Совет отцов республики в Черкесске провёл заседание, чтобы обсудить важные вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи. Доклады слушала Мадина Каракетова. В новом составе Совет отцов существует меньше, чем полгода, но, по словам председателя Галия Байрамкова, за это время сделано очень много. Совместно с уполномоченным по правам ребёнка выезжали и самостоятельно проводили профилактические работы по школам. Совместно с ПСОТК «Черкавказ», ГОЧС и НКО «Центр помощи ЧС» за это короткое время, ребята, вдумайтесь, было проведено 27 мероприятий. 27 мероприятий только совместно с этими организациями. Помимо этого проводились духовно-нравственные и патриотические мероприятия в районах Карачаева-Черкесии. Отцы обсудили вопросы, связанные с положением о Совете отцов при уполномоченном по правам ребёнка. Григорий Дебежев, заместитель председателя Совета отцов, считает, что чем больше прав и обязанностей будет у Совета, тем больше важных вопросов они смогут решать. Одно из ключевых, я считаю, это мониторинг по определению трудового законодательства в отношении отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком. То есть, если трудовое законодательство как-то более-менее предусматривает права матери и так далее, и так далее, то права отцов в этом случае несколько, я не скажу, что ущемлены, но как бы отходят на второй план. Поэтому вот один из таких вопросов. Помимо духовно-нравственного и патриотического воспитания, важным направлением в работе Совета отцов члены организации считают восстановление семейных ценностей и популяризацию роли отца в жизни семьи. Сейчас, к сожалению, положение такое, что очень много свобод и очень многие знают больше свои права, нежели своих обязанностей. И в связи с этим распадаются семьи. Кстати, уже как-то было у нас на одном из заседаний, были озвучены следующие цифры. В 2021 году на 900 тысяч браков около 700 тысяч разводов. Это сумасшедшие цифры в Российской Федерации, по Российской Федерации. Это страшные цифры на самом деле. Семьи создаются и распадаются, вот как будто, знаете, это что-то, я не знаю, перелистнуть страницу книжки какой-то. О проектной работе поисково-спасательного отряда добровольцев рассказала советник председателя Совета отцов Анастасия Букарева. Она отметила низкий уровень активности и вовлеченности в нее. Анастасия Букарева уверена, что по уровню проектной работы можно судить об уровне благополучия территории и успешности региона, потому что проект – это инициатива в решении задачи. Что такое проект, вообще проектная работа по своей сути? А. Это возможности для самореализации. И Б. Это общественная полезность. Вот, пожалуй, это тот тандем, с которым нужно работать, и этот тандем позволит нам понять, как вообще с этим жить и что с этим делать. А. Именно в понимании сути проектной работы, в том, что это самореализация и общественная полезность, кроются как раз-таки ответы на вопросы, почему в Карачаево-Черкесии мы где-то проседаем. И в этом также кроется, наверное, ответ на вопрос, зачем вообще проектной работой заниматься. Думаю, с самореализацией все понятно. Это важно для каждого члена общества. В чем-то найти себя, в чем-то себя реализовать. Про общественную полезность, думаю, тоже все понятно. Когда мы решаем какую-то задачу, ну, это просто хорошо. Не только для нас самих, но и в целом для нашего региона, для нашего города. Анастасия Букарева говорила о проблемах, связанных с проектной работой, поделилась своим видением их преодоления. Несколько докладов участники заседания посвятили вопросам нравственности, духовности, говорили о патриотизме. Уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-Черкесии Наталья Бондаряко, по чьей инициативе и был создан Совет Отцов, уверена, что с вовлечением отцов в духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающих поколений, в республике эти вопросы стали решаться более качественно. Конечно, основная роль по воспитанию, по привитию духовных ценностей в семье, конечно же, лежит на маме. И в последнее время роль отца даже в нашей республике немножко отошла на второй план. Поэтому мы и создали такой Совет Отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Карачаево-Черкесской республике, чтобы, во-первых, привлечь внимание отцов к проблеме воспитания, ведь воспитание ребенка невозможно без участия обоих родителей. Да, во-первых. А во-вторых, все-таки, конечно, поднять статус отца в глазах общественности. Отцы проанализировали доклады, сделали выводы, наметили цели и задачи в работе на следующий квартал. Мадина Каракетова, Ислам Румов, Вести Карачаева, Черкесия.